Всем привет, я Ли Хэ. Вы всем сердцем мечтали о новом выпуске длинного теста, поэтому сегодня мы сделаем все немного интереснее и проведем детальный сравнительный тест Ичхэ, представив вам самые подробные результаты, сохранив машины в целости и сохранности. Позвольте мне торжественно представить вам четырех уважаемых гостей нашего теста. Новенький автомобиль на модульной архитектуре SEA, за который поручилась сама Вольво. Минималистичный экстерьер и молодежный дизайн, движущийся экран и переднее сидение королевы, всюду электрорегулировки и есть холодильник. Это Zikor X. А рядом стоит братик Zikor X. Его внешность и салон разрабатывал Mercedes-Benz. Молодежный дух и линия крыши в стиле спортбэк и множество приложений – это Smart Hashtag 3. Нацеленный на Tesla Model Y автомобиль с практичным салоном, быстрой зарядкой 800 вольт, завешанный сенсорами сверху донизу, конечно, это X-Penq G6. Спортивная форма в стиле купе, стилистика Pure Design, 30-дюймовый экран в салоне, современные технологии подключения, электрическая платформа Altium, Buick E4. Все это – автомобили в сегменте 200 тысяч юаней. Можно сказать, что в сегменте электрических SUV сейчас самая жесткая конкуренция. Если кто-то хочет выжить в этом ценовом промежутке, выверенных до мельчайших деталей функций повседневного использования недостаточно. Важными тут будут запас хода, комфорт, премиальность и умные функции. И кто же из них лучше? У нас есть шанс выяснить и рассказать покупателям. И сначала мы проведем тест производительности этих автомобилей. Приятного просмотра! У Smart Hashtag 3 и Zicar X одинаковая мощность и тип привода. Но преимущество Smart в этом сравнении – меньший вес. В результате он смог разогнаться до 100 км в час за 5,27 секунды. Во время старта, вне зависимости от того, включена ли система ESP, задняя ойс Smart Hashtag 3 начинала сильно пробуксовывать. Реальная цифра разгона оказалась даже быстрее заявленных 5,4 секунды. В ходе разгона в целом, этот Smart напоминал того самого бешеного кролика из рекламы батареек Duracell. Малый вес кузова позволил ему проехать квотер за 13,57 секунды. Его конечная скорость составила 169,35 км в час. Zicar X разогнался с 0 до 100 км в час на 0,51 секунды медленнее Smart Hashtag 3. Если мы посмотрим на график разгона, даже в пределах 60 км в час, шлифующий колесами Smart Hashtag 3 оказался быстрее, чем Zicar. Оснащенный той же силовой установкой и приводом Zicar X внезапно оказался более спокойным. Шины автомобиля постоянно ловили контакт с дорогой. На разгон до 100 км в час потребовалось 5,78 секунды. И это тоже быстрее паспортного значения в 5,8 секунды. Zicar X проехал квотер за 14,13 секунды. Конечная скорость составила 164 км в час. X-Peng G6 разогнался до 100 км в час за 6,58 секунды. Он занял третье место в общем зачете. В самом производительном режиме его электронная система четко перенастроилась, а отдача мощности заметно увеличилась. Но на финальном этапе разгона X-Peng G6 уступил предыдущим двум участникам, разогнавшись только до 151,51 км в час. Автомобиль преодолел квотер за 14,96 секунды. Buick E4 потребовал 7,38 секунды на разгон с нуля до сотни. Он без шансов расположился на последнем месте в этом тесте. И тут сыграла не только невысокая мощность, но и переднеприводная компоновка. На старте его ведущая ось, как и у Smart Hashtag 3, стала сильно проскальзывать. Итоговый результат Buick E4 составил 15,49 секунды. Скорость на выходе составила 152 км в час. Zikr X показал самый короткий тормозной пульс со 100 км в час в 35,55 метра и занял первое место. Отклик в момент касания педали тормоза тут мгновенный, а тормозного усилия достаточно для эффективного замедления. Шины тут Continental Eco Contact 6. Они снижают скольжение и улучшают эффективность торможения. Эти характеристики стали ключевыми во время торможения автомобиля, показав высокий уровень. Родственный Smart Hashtag 3 занял второе место в зачете. Его результат оказался на 3 метра хуже, составив 38,63 метра. Хотя у Smart Hashtag 3 самая маленькая масса среди участников теста, и он на 145 кг легче, чем Zikr X, ощущения от торможения и показатель тормозного усилия у него схожи с Zikr, а у водителя не возникло никаких претензий к тормозному пути, корнем проблемы могли стать свежевыпущенные шины Dunlop SP Sport Max 060. Мы можем заметить, что они уступают линейке 050 по характеристикам продольного сцепления. Третье место занял самый тяжелый участник теста, Buick E4. Он остановился за 38,89 метра. На нем установлены специально разработанные для электромобилей бесшумные шины линейки Michelin E-Primacy. Они экономичные и долговечные. И хотя у них не столь хорошее сцепление с поверхностью, результат автомобиля тоже неплохой. X-Pen G6 замкнул список с результатом в 39,14 метра. И мы удивились такому результату от шин Cooper Evolution CCT. Их характеристики мы ранее уже испытывали, и автомобили с ними всегда выходили за пределы 40 метров тормозного пути. Но настройка и производительность тормозной системы X-Pen G6 действительно неплохие. Zikr X и Smart Hashtag 3 оба базируются на модульной архитектуре от Gili Group. Но с точки зрения реальных показателей управляемости, два небольших кроссовера из одного сегмента сохраняют независимый характер. Основной чертой Zikr X стала нестабильная задняя часть. Во время смены полосы при неосторожном движении его симпатичная корма могла перейти в состояние дрифта. А система ESP спускала это на самотек, не вмешиваясь. Как сказал профессиональный водитель, он воспользовался этой особенностью для более быстрого проезда поворотов. Но для большинства людей управиться с автомобилем будет довольно тяжело. В итоге автомобиль прошел лосиный тест на скорости 88 км в час, заняв первое место. Но наш пилот дал ему 4 звезды за управляемость. Колесная база Smart Hashtag 3 длиннее, чем у Hashtag 1. Из-за увеличенных габаритов он частично потерял свою точность и стремительность. Но разница не так велика. Автомобиль в целом сохранил жесткие настройки. На высокой скорости автомобиль охотно отзывался на любые задумки водителя. В рамках лосиного теста этот автомобиль показывал меньший крен и своевременный отклик. Его система ESP включалась в работу автомобиля на высокой скорости, автоматически притормаживая и не создавая неожиданных ситуаций. Итоговый результат лосиного теста составил 79,4 км в час. Его управляемость мы оценили на 5 звезд. Хотя Buick E4 напоминает элегантное и комфортное купе в стиле Old Money, у его подвески слабая поддержка, которая усугубляет вес этого автомобиля в 2,15 тонны. Поэтому во время перестроения у автомобиля возникают большие крены, заставляющие всех сильно понервничать и увеличивающие нагрузку на шины. Это приводит к тому, что автомобиль начинает скользить. Водителю казалось, что он управляет очень тяжелым внедорожником. Итоговый результат лосиного теста составил 76,2 км в час. Оценка управляемости 3 звезды. Xpeng G6 показал схожий с Buick E4 результат. Его управляемость и скорость отклика явно отстают от Zikar X и Smart Hashtag 3. Подвеска может обеспечить достаточно поддержки. Но главной проблемой стали плохие шины. Так как сцепление с дорогой было неудовлетворительным, автомобиль скользил и не реализовывал свой спортивный характер. Но его спасло то, что Xpeng делает подвески неплохого качества. При этом значительно улучшить результат можно будет, сменив шины. Итоговый показатель составил 75,3 км в час. За управляемость мы ставим 3 звезды. Во время теста на производительность мы выяснили, что Zikar X и Smart Hashtag 3 показывают схожий результат без серьезных отклонений. Поэтому мы учинили самоуправство и добавили еще один этап. Мы отправляемся на трек. Общеизвестно, что на треке решают низкий вес, хорошие шины и большая мощность. А все это Smart. У него высокая мощность, а весит он меньше других участников. А еще у него 245-е шины. Но обо всем по порядку. С небольшим заносом задней оси Smart Hashtag 3 вошел в первый поворот, предварительно набрав скорость в 162,9 км в час. Заднеприводная компоновка позволяет передней части Smart гибко управляться. Но его систему ESP нельзя полностью отключить. Поэтому на поворотах при нажатии на педаль газа Smart мог притормозить. Четкий отклик рулевого колеса и короткие траектории поворотов только провоцируют чуткую систему ESP. Такая система вынуждает ехать мягче. Только так можно достичь пределов Smart Hashtag 3. На последнем третьем повороте система ESP сильно не вмешивалась в работу автомобиля. Итоговый результат Smart составил минуту 15,99 секунды. Давайте посмотрим, чем сможет ответить Zikar X. Тот же поворот и тот же сценарий. Но больший вес и 235-й шины Zikar X послужили причиной более заметного проскальзывания, чем у Smart. Скорость перед поворотом составила 158,14 км в час. Мощность тут идентична Smart, но вот лишний вес стал недостатком Zikar X. Но вот его систему ESP можно полностью отключить. Это позволяет шасси Zikar X сбросить оковы во время поворотов. Его подвеска во время поворотов оказалась заметно мягче, чем у Smart. Кренов кузова тут было больше. На это наслоился больший вес и узкие шины. На выходе из поворота нажать газ в пол сразу не получается, так как автомобиль теряет сцепление с дорогой. В противном случае задняя ось Zikar X начинает заметно проскальзывать, и он пускается в дрифт. Без скольжения преодолев третий поворот, Zikar X показал результат в минуту 16,10 секунды. Несмотря на узкие шины и большой вес, он отстал от Smart Hashtag 3 всего на 0,11 секунды. Это может немало обрадовать молодых водителей. Третий участник X-Peng G6. Хотя его внешность не имеет никакого отношения к треку, но он оснащается заднеприводной компоновкой. В Китае есть старая поговорка. Все усилия проделаны не зря. Перед первым поворотом X-Peng G6 разогнался до 146,67 км в час. Конечно, это заметно медленнее показателей Zikar и Smart. Но вот подвеска X-Peng G6 обеспечивает хорошую управляемость его передней части. Это позволяет ему плавно проходить повороты. Система ESP этого автомобиля автоматически активируется на скорости выше 80 км в час. Это ведет к тому, что на повороте X-Peng G6 не может полностью раскрыться. Итоговое время составило минуту 22,61 секунды. Согласно словам водителя, если бы систему ESP можно было полностью отключить, он смог проехать на 3 секунды быстрее. Последний участник. Buick E4 с самой низкой мощностью и самым большим весом. Единственное, чем он может похвастать, это 245-е шины Michelin E-Premacy. Но так как этот автомобиль переднеприводный, он уступает другим участникам теста. Тем не менее, его скорость перед первым поворотом составила 148,02 км в час. Немного быстрее, чем у X-Peng G6. Хотя систему ESP Buick E4 нельзя полностью вырубить, но ее влияние было достаточно мягким. И она довольно слабо влияла на работу педали газа. Итоговое время E4 минута 19,89 секунды. Это позволило ему одержать верх над X-Peng G6. На этом выпуск со сравнением подошел к концу. Пишите в комментариях, за какой автомобиль вы болели и кто оправдал ваши ожидания. А мы напомним, что любой из интересующих вас электромобилей или гибридов, доступных на китайском рынке, можно заказать в компании ElectroCars Rus. Мы предлагаем приобрести с гарантией модели LiAuto, X-Peng, Rising, Hi-Fi и Avatar. Также мы являемся официальным дистрибьютором поставщика зарядных станций Star Charge. В описании мы закрепили все самые важные ссылки. Станьте ближе к электромобилям с ElectroCars Rus.